Я с вами в эфире. У нас среда, и мы обсуждаем то, что происходит в мире и в нашей стране. Ну, я недаром назвал этот стрим «Ингушские мученики», поскольку иначе и назвать это невозможно. Я вот просто гляжу на моем телеграм-канале, я разместил портреты тех, кто получил сроки. Посмотрите на этих людей, посмотрите на их лица. В «Макс атакуют» вы их увидите. Вот эти лица получили следующие сроки, чтобы вы просто понимали. Зарифа Саутиева, 7,5 лет. Ахмед Барахоев, 9 лет. Мальсак Ужахов, 9 лет. Муса Мальсагов, 9 лет. Исмаил Нальгиев, 8 лет. Багаудин Хаутиев, 8 лет. Барах Чемурзиев, 8 лет. За что? Вот единственный вопрос, который возникает. За что? За что такая жестокость? Что эти люди такого сделали, чтобы их надо было два с половиной года держать в СИЗО, возить из камеры в камеру, отпускать домой, как Зарифа отпустили, потом ее обратно посадили. И сейчас им дали такие огромные страшные сроки. Эти люди что? Кого-то хотели теракт какой-то сделать или еще что-то? Мы видим, как те, кто совершил убийство, те, кто совершал преступление в Чеченской Республике, ходят спокойно и в ус не дуют и получают правительственные награды, и все у них хорошо. А за что эти люди? За то, что выражали свое мнение? За то, что митинговали в Магасе на площади? За то, что... Я просто не понимаю. Вот пишите ваше мнение, что они сделали. Может, мы что-то не понимаем, может, мы не знаем. Их в чем обвиняют? Вот их обвиняют в чем? Вот есть два старших. Ахмед Барахоев и Мальса Кужахов. Это уже два немолодых человека. Понятно, что их вся Ингушетия будет провожать в тюрьмы этих людей, как абсолютных мучеников. То есть, какие версии, друзья? Зачем этот срок? Почему нельзя? Ну, допустим, власти не нравилось то, что они проводили гражданскую какую-то общественную акцию, собирались на площади. У них не было оружия, у них не было там ничего другого, понимаете? Они консолидировались по тому типу, по которому консолидируются всегда не очень большие народы. А Ингуши — это не очень большой народ. Они консолидировались по родственному признаку. И, как говорится, если идет старший, или кто-то говорит, мы должны пойти, это дело нашей чести, то просто нельзя не пойти. И фактически суд над этими людьми — это суд над ингушским народом. Да, они конфликтовали с Юнусбеком Евкуровым, который тогда был президентом в ту осень. Они говорили о нем, может быть, какие-то резкие слова, обидные, порой для Евкурова. Но у меня вот обращаюсь также к Юнусбеку Амадгиреевичу, который получил недавно генерал-полковника и служит Родине в Министерстве обороны. Юнусбек, скажи, пожалуйста, мы были на «ты». Вот этот приговор, этот страшный приговор, зачем это? Зачем этих людей бросать в тюрьмы? Они пойдут туда с высоко поднятыми головами в эти тюрьмы. Неужели непонятно, что их нельзя ни запугать, ни сломать? Фактически их судят за то, что сама структура организации ингушского общества такова, что она не может не собрать людей на площади, если у кого-то появляется идея, что совершается какая-то нестыдливость. Сама структура кавказского общества нормального подразумевает, что общественные вопросы решаются не в закрытых кабинетах, где сидят люди, облеченные погонами или властью, а решаются на ГДК. ГДК нам на Кавказе называется место общественного схода. Еще и женщину посадили, понимаете, за что-то, за рифу. Наверное, женщина нервничала, наверное, она кричала, наверное, она как-то страстно себя вела, как часто себя ведут женщины в критических ситуациях. Ведь что там было в итоге? Ведь в итоге, да, там был этот сход. Но так люди всегда собираются на сходы. Это абсолютно нормальный, демократический, естественный процесс организации общества. Такое вече было в Новгородской республике. Такое вече было всегда везде на Кавказе. Везде люди, когда что-то происходит, несправедливость собирается, чтобы что-то обсудить. Фактически, этот приговор является запугиванием, запугиванием не только ингушского народа, но и других народов нашей страны. Потому что народы предпочитают жить в нашей стране, сохраняя свои традиционные связи, основанные на семье, на роде, на Кавказе, на Тухуме или на Тейпе. И это нормально. Они не будут жить по-другому, потому что никакие другие формы жизни, социальные, которые им предлагает так называемое государство большое, не подразумевает чести, достоинства, юридической справедливости. Вот мы видим вот это все. Вот это, как это вообще разбирать? То есть, ну хорошо, дали бы им условно, если власти надо было показать, что эти люди что-то не так сделали. Дали бы им как Платошкину, в конце концов, я не знаю там, и пошли бы они по домам и сделали бы выводы, что не надо, как говорится, слишком страстно себя вести. На такие огромные сроки. Какую пользу этот приговор принесет безопасности страны? Какую пользу? Федеральная служба безопасности по Ингушетии была одним из инициаторов закрытия мемориала. Такое ощущение, что хотят связать воедино правозащитников народа Кавказа, которые несут в себе боль и 19 века Кавказской войны, и 20 века, и 21 века. Как мы видим, эта боль продолжается и возобновляется. Связать с тем, что есть группа заговоров. Фактически статья, по которой посадили Барахоева и Мальсага Ужахова, старших, это статья аналогична тому, что получил Алексей Навальный. То есть это организация сообщества с целью дестабилизации гражданских институтов. Но это сообщество, это сама структура ингушского народа. То есть фактически вы говорите, что система организации ингушского народа, тейповая система, вирдовая система, система, от которой ингушей не могла отучить ни советская власть с ее жестокостями и с ее возможностями взять людей, погрузить в эшелон и отправить в Казахстан умирать, понимаете, чтобы младенцы, дети умирали там в первую зиму. Не смогли отучить ни царские генералы. Никто не смог отучить. Ни Ельцин, понимаете, не смог отучить. Ни Путин не смог отучить пушками и танками от этого. Но вот вы решили отучить, да? Вы объявили приговор фактически тейповой структуре ингушского общества, в которой старшие играют ключевую роль, а младшие не могут не пойти за старшими. Будь ты младший, хоть ты будь, ты ФСБшник в самых больших чинах. Как вот интересно, эти майоры или капитаны ФСБ, или полковники, а есть и генералы ФСБ, между прочим, ингуши, которые, ведь они же, ведь вы же будете приезжать на свои свадьбы, на похороны, например, а вы уверены, что вас будут пускать после этого туда, после этих приговоров? Или как вообще там это у вас все будет? Вот что хотелось бы понять просто. Это суд над ингушским народом. Над тем, что ингушский народ сам по себе не устраивает. Не устраивает своей способностью консолидации, своей гражданской позиции, своей борьбой за свои права. Значит, вот проблему пригородного района можно не решать 30 лет, понимаете, практически. Ничего страшного. И все, кто там разворовывал деньги все это время, федералы прежде всего, я, конечно, не осетин имею в виду, федералы, их никто не наказывает. К ним никаких вопросов нету. Куда подевались те миллиарды, которые выдавались на эти все проекты, на эти программы? А тут люди сказали, нам не нравится, как прошло обсуждение административной границы. Это зачем еще приговор же делается? Чтобы сейчас стрелкой перевести на чеченцев. Ведь еще стравливают чеченцев ингушей сознательно. Вот сейчас что происходит? Мы видим в медийном пространстве запущены такие толпы троллей, которые говорят, вот, смотрите, это Кадыров, Кадыров. Даже Сокуров в своей речи фактически противопоставил трагическую судьбу ингушей соседней Чечне. Хотя мы знаем, что не чеченцы были инициаторами всего этого дела. И не чеченцы, как говорится, хотели, все хотят прессе, но специально сажают, чтобы не допустить консолидации, войнахской консолидации, чтобы попытаться положить борозду недоверия, чтобы говорили ингушам, вот это они вас посадили, это чеченцы вас посадили. Но ингуши, вы должны знать, это не чеченцы, это федералы, это разделяй и властвуй. Это именно этот принцип, это бессудная расправа, этот несправедливейший приговор, чудовищный по несправедливости приговор, он останется просто позорным пятном на российскую юстицию. Таких приговоров мы можем массу вспомнить, массу приговоров, понимаете. Я сам участвовал общественным защитником в суде, в Железноводский шоу-суд над одним из таких замечательных ребят, Магометом Рахимовым, из Пятигорска, которого обвиняли в бандитизме. В ходе суда мы выяснили, встает потерпевший и говорит, это криминальный элемент. Я спрашиваю потерпевшего, а откуда вы знаете, что это криминальный элемент? Вот вы как определяете на взгляд, что это криминальный элемент? Говорит, мне следовательно так сказал написать. И это потом они попытались из протокола нашего судебного заседания убрать. То есть я говорю, вам только что потерпевший говорит, что он писал свои показания под диктовку следователя. Так у них все делается. Это и есть эта самая юстиция. Ингушское дело это ключевой момент. Нам казалось, что у нас много таких было постыдных моментов в прошлом, понимаете. Мне недавно звонил человек из Ставропольского края, говорит, у него брата, нагаяц. Брат приехал к нему, его задержали, арестовали. Адвокат говорит, ничего поделать не можем, потому что сотрудники, которые его задержали, говорят, для плана, нам он для плана нужен. Его обвиняют в том, что он якобы был участником группировки Басаевской банды, которая там в Буденовска ходила. Хотя человек, который его обвинял, ему сказал потом, что прости, брат, меня пытали, я тебя оговорил. Вот это все зачем? Это как происходит? И как мы с этим живем? И мы с этим с вами еще вот обсуждаем Кавказ. На Кавказе какие-то нормы не те. На Кавказе как-то традиции несовместимы. Да что там творят вообще прикомандированные туда? Вы представьте себе, вот они туда приехали, для них же это, это же кто бы этот процесс организовал? Те, кто хотел себе добиться орденов и наград, разоблачили страшных преступников, понимаете, ингушскую группировку, националистическую, прямо как какие-то 30-е годы. Ведь они же туда приехали, а что, они ничем не рискуют, это же не война с терроризмом. Евкуров, тот рисковал, когда там был, туда пришел в разгар войны с террором. Эти-то сейчас ничем не рискуют, сидят, допрашивают, возят туда-сюда два с половиной года, вот вам вывели на процесс, вот у них как бы 9-8 лет, вот у них дело целое, гражданское организовали, понимаете ли, серьезное. А по сути, они просто зарабатывают себе на хлеб на других человеческих судьбах. И чем это отличается от 37-го года? Чем это отличается от террора 30-х годов? Коммунизм тогда виноват? Вы говорите, коммунизм был основой террора? Не в этом дело. Основа террора это всегда человеческая сволочность. Когда человек, полагаешь, он может сделать свою карьеру, решить свою судьбу за счет судеб других, тех, кто достался ему в лапы. Ставьте лайки, продвигайте это видео. Я всем задаю вопрос в чате. Отвечайте, пожалуйста, на этот вопрос. Потому что меня это мучит. Как вам кажется, за что этих людей посадили? Может, мы что-то не понимаем? Те, кто их сажал, напишите сюда в чат, что ли? Вы же наверняка смотрите там, следите сейчас за нами. Ну, разъясните нам, в чем виноваты эти старики, это женщина молодая, которой вы сломали судьбу. Эти другие люди, что они такого сделали? За что их надо на 9 лет бросать в тюрьму? Убийц и бандитов бросают на такие сроки в тюрьму. И тех людей, которые, выражая традиции своего народа, собрались выразить свой публичный протест. Это же что, ваша война, что ли, народом России объявленная. Вы специально, что ли, выталкиваете народы? Сокуров проговорил какую-то программу, что ли, отпустите регионы. Говорит, отпустите регионы Кавказа. И вы сразу делаете так, чтобы регионы Кавказа, по крайней мере, Ингушетия, это вы делаете. Это не ЦРУ делает, не ФБР делает, это вы делаете. Это делаете вы, чтобы они знали, что ни суда, ни справедливости, ни достоинства, ни благородства нету в этой системе государственной, нету. А что есть? Швабра в задницу есть. Швабра. Пытки есть. Что же вы так не судите тех, кого вы обвиняете в пытке? Что же вы, Калашникова-то, под суд не тащите? А ведь слито новые 100 гигабайтов или 200 гигабайт пыток. ГУЛАГу нет, объявил о том, что во Францию поступили 200 гигабайт, 200 гигабайт видео с пытками в системе ВСИН, на этот раз в колониях Красноярска, Забайкальска и Приморского края. То есть в тюрьмах, куда вы бросаете этих невиновных людей и хотят туда же посадить милиционеров, которые, помните, там, когда были эти протесты, когда Росгвардию привезли, и Росгвардию уже разминалась, дубинки примеряла в руки, щиты, чтобы ринуться на этих ингушей, которые собрались на площадь. Если бы это случилось, то тогда бы случилась страшная беда на самом деле. Потому что удар по старику или удар по женщине, и я вас уверяю, что просто молодежь не отвечала бы за себя. И вот герои, настоящие герои, сотрудники полиции республики Ингушетия тоненькой цепочкой встали между сотрудниками Росгвардии и людьми на площади, которые молились, это было утром, и сказали, и как бы разделили их, и не допустили этого столкновения. Их за это наказывают. Их за это не просто выгнали из системы МВД Тимура Хамчиева и других достойнейших офицеров, полицейских, которые, на мой взгляд, являются подлинными гражданами Российской Федерации. Их еще и судить хотят. Их еще хотят судить. За то, что они исполнили свой долг полицейских и встали не на сторону тех, кто приехал избивать гражданских, а успокоили беспорядки, развели людей. Значит, кто-то хотел беспорядков. Значит, кто-то сознательно провоцировал людей на это, на все. Значит, кто-то сейчас этим приговором тоже провоцирует. Я считаю, это те, кто хочет распада нашей страны. Этот приговор, этот приговор, я не боюсь это сказать, этот приговор по ингушскому делу вынесли, это следствовали те, кто хочет распада нашей страны. Это и есть те люди, которые хотят развалить страну. Я согласен полностью с чеченским правозащитником Русланом Кутаевым, который сказал, мы вам не позволим развалить нашу федерацию. Когда вы проливали кровь чеченского народа, лили ее моря, чеченского, русского, других народов, которых выстравили на Кавказе в 90-е, 2000-е, вы говорили, никто не уйдет. Ладно, никто и не уйдет теперь. Теперь я лично считаю, что народы России, русский народ, чеченский, ингушский, якутский, татарский, башкирский, коми, другие там народы России, мы будем строить сами свое будущее. Потому что мы видим прекрасно по этим приговорам, по приговору Айрату Дельмухамедову в Башкирии, по приговору в Ингушетии сейчас, по другим приговорам, что вы хотите распада нашей страны, вы утверждаете, что это федеральное, что вы хотите значит сделать унитарное государство, да ни хрена подобного. Ваше унитарное государство не просуществует и нескольких лет, потому что оно не может существовать. Российская империя рухнула тогда, когда образовательный уровень народа, а он достаточно высокий у нас, достиг такого уровня, когда самосознание людей стало развивать национальные движения, татарское, там, так далее, в начале 20 века. И Российская империя не смогла на это ответить ничем иным, кроме репрессиями, поэтому она развалилась. Унитарная федерация, федеративная, многонациональная государство, союз народов, ей является не выдумкой, которая в головах интеллигентов возникла, или на Западе, сформулирована, как вам кажется, а является самим запросом нашей общей истории. Поэтому мы вам не позволим развалить нашу страну, мы вам не позволим никого из нее выталкивать, и все ваши эти жуткие приговоры, которые вы, враги нашей страны, приносите специально, чтобы люди возненавидели здесь все. Знаете, мы правильно все поймем. Мы сами, русские и все другие народы нашей страны, объединимся между собой, заключим федерацию, спасем Россию от того нового 91-го года, который вы нам готовите. Тогда, в конце 89-го, 90-го года группировка Горбачева совершила кровавые преступления в Баку, когда ввела танки в Баку, и там погибли людей, люди. Гейдар Алиев рассказывал, юбилей которого скоро будет отмечаться, как там женщину штыком проткнули, дубинками грузин били в Тбилиси, не дубинками, лопатками саперными, извините, десантников бросили, женщин убили, то, что в Алма-Ате делали, в Аше, в Фергане. Теперь вы хотите такие же очаги ненависти, как тогда вы сеяли, готовясь к распаду Советского Союза. Кто развалил? Вот эти люди, которые это делают, они и развалили Советский Союз. А теперь вы хотите такое же делать внутри Российской Федерации. Поэтому вы прессуете крымских татар, ингушей, чеченцев, поэтому вы прессуете татар в Казани, угрожаете людям, поэтому вы сажаете башкиру, поэтому вы прессуете тех, кто выступает за спасение русского народа, тех, кого называют русскими националистами. Потому что вы хотите посеять ненависть людей между друг другом, вы хотите посеять недоверие к Федеральному Центру. Тогда же это был шок, когда на проспекты Баку пришли танки, советская армия, которая в 42-м году защитила Баку от немцев. в 90-м году пришла и кровь лила на улицах Баку. Карабах, это вы делаете. Поэтому мы будем бороться против этого. Мы будем бороться за спасение нашей страны. Я полностью согласен с Русланом Кутаевым. Друзья, присылайте ваши вопросы, пожалуйста, в чат, пишите. Если вы хотите, чтобы они были обязательно просчитаны, то выделяйте их донатами, выделяйте их цветом. В любом случае я обязательно постараюсь обратиться к чату, когда закончу тему. Пытки. Пытки. Новый файл пришел в пыток. Теперь уже ясно, что это... Нам-то и так это было ясно, что это не просто саратовская какая-то там область, понимаете, как нам пытались представить. Отдельные недоработки. А это система, пыточная система насилия, которая является фундаментом так называемой оперативной работы. А чего? Ты опер, ты какой-нибудь капитан там или майор, ты приходишь на зону, тебе там ничего не угрожает, тебе даже пылиться не надо, бегать там, что такие точные ставки проводить. Ты просто берешь этого, 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 зовешь актив. А кто такой актив? А актив это уголовники и преступники, страшные садисты, перед которыми стоишь выбор, хочешь жить нормально или мы тебя отправим. Вот в СИЗО, например, Иркутска, я это знаю, так было, мы опубликовали имена этих людей, их не отправляют на этапы, на зоны, на дальние, чтобы они в Иркутске, в СИЗО, занимались в пресс-хате насилием и пытками, сознательно это делают. Те, кто давно уже должен был уйти, это люди, у которых страшные сроки за страшные преступления против личности. И они это все делают, они превращаются просто в зверей. Но кто их курирует? Они что, сами по себе это делают? Нам сейчас представляют это как борьба с некой организованной преступностью в тюрьмах. В частности, известный гомосексуалист Антон Красовский, главный редактор русской службы Russia Today просто оправдал эти пытки, оправдал от насилия. Он, я не верил своим глазам, потому что я знаю, что Антон это подонок конченый, подлый человек, подлый. А как еще назвать человека, который может оправдывать, который говорил в свое время, во время протеста в Петербурге по поводу мальчиков и девочек, которые ходили по набережной мойке, что их надо утопить в мойке. В этом примерно духе все это было высказано. Сейчас же он, пожалуйста, может я ошибаюсь, но я не ошибаюсь, поскольку он заявил, что, мол, правильно пытали, правильно сказал Красовский, пытали, потому что, мол, это, по его мнению, борьба с организованной преступностью такова. Она вот так вот выглядит. Вот он, пожалуйста, смотрите. Вот так Красовский оценивает деятельность ГУЛАГУ.НЕТ Владимира Осечкина и Сергея Савельева. Вот его гневные слова, цитирую. Мразь эта, что видос слила, а потом получила грант Евросоюза и смылась из России. Он, кстати, у нас сидел, вот он про Савельева, являясь в Европе России, сел за уголовное преступление, совершенно здесь, потом получил это видео и слил вам всем, чтобы вы это все видели. Суть в том, что это была зона черная. Это в Саратове, говорит Красовский. То есть управлялась ворами, что вранье абсолютное. Потому что никаких черных зон больше нету нигде практически. Ничто воры не управляют. И вся эта стилистика из 40-х, 50-х годов, ее можно давно уже забыть. А потом государство решило взять под контроль и опустило бывших смотрящих. То есть, по мнению Красовского, это нормально, когда контроль ведется с помощью изнасилований и швабру вставляют в задний проход. Они больше не воры, а значит, не могут крышевать зону. Зона, по мнению Красовского, перешла под контроль начальства. Там перестали убивать заточками, унижать, опускать, парашу реально насиловать. То есть, насиловала не Россия, и расировали воры. И Россия сделала то, что должна была сделать, насилием претеносилие. Вы против? Ну, а я за. Так, главный редактор Russia Today, русской службы, оправдал изнасилование людей. Ну, ему как бы виднее, это практика, очевидно, из его жизни. Но он оправдал это как метод государственной политики. И, внимание, никто, никаких уголовных дел по поводу призыва к насилию, массовому изнасилованию людей не заводит. Никаких предупреждений русской службе Russia Today за это высказывание не выносится. Значит, это на самом деле государственная политика. Значит, правы ребята из ГУЛАГу.нет, когда говорят и указывают нам на то, что это не девиация, что это не отклонение, а это на самом деле так у них все здесь запланировано. Но Красовский, конечно, такой человек, которому плюнь в глаза, он вытрется и даже, как говорится, ну, может, только там завяжет, как он любит визжать, понимаете, как свинья резаная. Он оправдает любое, все, что угодно. Я помню его, когда он был либералом, сейчас он оправдывает изнасилование в тюрьмах, верно служит режиму и все такое и прочее. Когда-то он орал на меня на какой-то программе у Минаева, ты, Шевченко, со своим Кавказом лезешь, я хочу пить Шато-Марго там какого-то там года, кричал Красовский, сидя в студии Минаева, а ты там лезешь со своими нормами, принципами, тогда он был галимым либералом, а сейчас он оправдывает изнасилование людей. Кстати, могу сказать, что люди, арестанты, которые сидят в тюрьмах, их часто демонизируют, но тюрьма это страшное место, где, конечно, бывают совершенно разные ситуации, бывают совершенно разные люди, тяжело столько лет находиться в такой ситуации, как бы постоянного давления на мозги, люди ломаются реально, и, конечно, там есть насилие, это, конечно, не ласковые такие места, но практически все тюрьмы, которые вот я, как правозащитник, член СПЧ, занимался, которыми у нас была информация, что там совершают дикие, совершенно жестокие вещи, это были не черные зоны, а это были именно красные зоны, образцовые зоны. Еще приходишь, когда на какую-нибудь зону, вот посещаешь ее, как правозащитник, видишь, там покрашены, там березки, трава, все ходят строем, знай, ты фактически пришел в филиал ада, самый настоящий. Именно красные зоны, вот те, где, по мнению Красовского, правит государство и являются самыми жуткими местами насилия и уничтожения человеческой личности, вплоть до физического насилия. Чтобы завершить эту страшную тему, могу сказать, что люди, которые там оказались, которые там сидят, которых называют арестантами, они, как говорится, тоже ведь учитывают все и не лыком сшиты. И такой текст часто распространяется по российским тюрьмам. Люди, которые по мусорскому беспределу, я цитирую, которых по мусорскому беспределу насиловали и унижали швабрами и дубинками, не являются обиженными. Они также полноценно могут жить в общей массе мужиками. Не утверждаю, что это прямо аутентичный текст. Я его прочитал в очень важном телеграм-канале журналист и активист, который ведет замечательный правозащитник, журналист Кирилл Ишутин, Владимирский, который сам бывал в СИЗО неоднократно. И, в общем, у меня есть огромное внутреннее такой позыв доверять этому позову. И если это на самом деле так, то это снимает очень важную проблему, о которой говорил Владимир Осечкин, главный редактор ГУЛАГу.нет. Это значит, что главное орудие в руках опера, который создает эту систему изнасилований на зонах, что когда по понятиям человек выкидывается просто из жизни и становится так называемым опущенным, я прошу прощения у людей со слабой психикой и у женщин, которые меня смотрят сейчас, но если это происходит не по его воле, то, видите, ему это не ставит препятствия. Это значит, что эта система насилия вообще сойдет на нет. Хотя, на мой взгляд, она сойдет на нет тогда, когда этот режим будет преобразован в то, что можно будет хоть как-то называть законным законом юстиции и так далее. А пока Министерство юстиции наезжает на коллегию адвокатов, пытаясь отобрать у адвокатов так называемую независимость. Сегодня, допустим, решение о лишении человека адвокатского статуса по каким-либо причинам может вынести только коллегия адвокатов того или иного региона. Есть коллегия адвокатов Россий, как я понимаю. И решение коллегии адвокатов не может быть обжаловано. Если, допустим, какой-то адвокат занимается правозащитными делами, занимается политзаключенными, но государству это не нравится, то, что адвокат такой активный, храбрый, смелый, и государство хочет этого адвоката наказать, то оно, как правило, инициирует рассмотрение его личного дела коллегии адвокатов. Если коллегия адвокатов оправдывает этого адвоката и оставляет его в статусе адвоката, то государство уже ничего не может сделать. Так вот, Министерство юстиции хочет это исправить. Во-первых, оно хочет изменить статус этого вердикта коллеги адвокатов. То есть, оно хочет само лишать, не адвокатским сообществом, а само, чтобы чиновники из Минюста лишали адвоката права участвовать в том или ином процессе. То есть, вообще уничтожить независимость адвокатов и сломать профессиональное адвокатское сообщество. И более того, они хотят пересматривать вердикты коллеги адвокатов. Это касается всех и каждого, друзья, поверьте, кто меня сейчас смотрит. Вам кажется, нет, меня это никогда не коснется, это не так. Коснуться может каждого. У каждого вчера, завтра может оказаться какая-то ситуация, когда нам понадобится адвокат. И честное слово, вам понадобится адвокат, который не боится, который не боится судьи, который не боится следователя, который может и судьей, и следователю показать уголовный кодекс или уголовно-процессуальный кодекс. И сказать, глядя в глаза людям в погонах или людям в мантиях, не смейте нарушать российские законы. Или вам нужен адвокат, который будет вам шептать, тихо, тихо, соглашайтесь со всем, как бы что ни вышло, лучше получим столько, а то еще больше дадут. Выбирайте. Независимая адвокатура, которую хотят уничтожить в нашей стране, добивая последние остатки свободы, это, собственно говоря, гарантии нашей с вами безопасности, гражданской безопасности.